МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ученый, политолог. И вот коллеги сейчас показывают, что происходит за их спинами в Вашингтоне. У нас тоже лежит программа всех этих мероприятий перед нами. И все, что нам покажется интересным, мы будем выводить на экран. И я хочу представить еще одного гостя нашей программы. Это Дональд Трамп. Он сегодня с нами. Вот, пожалуйста, посмотрите, был крупным планом. Такой замечательный человек. Разговаривает, кстати, сказать. Сейчас попробуем. У меня нет другого выбора, как уволить вас, говорит эта кукла. Много лет назад мне ее подарили. Я даже сейчас не вспомню уже, кто. И как выяснилось, что это не зря. Этот подарок оказался в тему. И мы будем сегодня с ним вместе. Он нас будет вот так вот как-то так напутствовать в нашем эфире. И, знаете, вот, Николай, тут такой праздник развернулся на российских федеральных каналах. Я уже не знала, как с ними конкурировать. Потому что сегодня ведущий главного шоу политического первого канала, которое, конечно, посвящено инаугурации Дональда Трампа, вышел в бабочке. То есть это Оскар. Это церемония Оскара. Я уже не знала, что сделать. И поэтому я оделась, как он. Вот сегодня думаю. Ну, хорошо, я его перещеголяю. Я буду, как он, точно так же. Чем вы объясняете такую бесконечную страсть и такой ажиотаж, и такое восхищение, и такую радость российского телевидения вот по поводу сегодняшнего события, что, наконец-то, он уже законный? Ну, мне кажется, во-первых, что ожидания, а потом разочарования у нас в связи с американскими президентами, они часто идут по синусоиде, как американские или как русские горки. И в этом смысле к концу второго срока президента Обамы уже возникло ощущение и в Кремле, и через медиа в широких массах, о том, что именно из-за него у нас огромное количество самых разных проблем, начиная от санкций и заканчивая экономическим критисом и так далее. И что приход нового президента, который очевидным образом является во многом противоположностью Обаме, и очевидным образом очень сильно меняет правила игры, не только и не просто в Соединенных Штатах, но и на Западе в целом, это будет нам хорошо. Хорошо то, что он республиканец, хорошо то, что он уже делал заявление о том, что почему бы и не поладить с Россией, хорошо и то, что он закрывает ту страницу в российско-американских отношениях, которая была безнадежно испорчена за последние 8 лет. То есть все плохое, как вот старый год, то есть с Обамой прощается, как со старым годом, пусть он не унесет с собой все плохое, а с этим придет все хорошее. В общем, да. Это какое-то просто уже на уровне, не знаю, мифов и легенд, вот что-то такое, и даже суеверие, я бы сказала, то есть в него верят как вот в какую-то примету, в этого Обама. Ну, я думаю, что... То есть не в Обаму, а в Трамп. В Трампа после Обамы, да, что во многом те ожидания, которые связаны с кризисом в единстве Запада и в единой западной позиции в отношении России, они очевидным образом будут подтверждены. А вот то, что Трамп будет выстраивать какие-то особые и дружественные отношения с Россией, и в этом есть большие сомнения, по крайней мере, поначалу такие надежды в Кремле есть. Телефон прямого эфира, уважаемые слушатели и зрители, 8 800 222 12. Как вы считаете, не слишком ли гипертрофированы эти ожидания российских федеральных каналов, российских политиков? Чего вы ждете от нового президента Соединенных Штатов? Вот мы ждем ваших звонков сегодня. Звоните в наш прямой эфир, в нашу инаугурацию, которую мы с вами будем смотреть вместе. Что-то там такое вот показывают уже, но это пока еще не она. Вот церемония расписана, но мы ее еще пока не видим на своих экранах. Будем следить за этим процессом. И, Николай, все-таки, если еще раз вернуться в то время, когда вот он был избран. Сегодня Дмитрий Песков сказал официально, уже заявил еще раз, донес позицию российской стороны до Сергея Брилева, специально дал интервью, которое будет показано завтра полностью. Но один кусочек все время транслирует. Мы не имеем к нему никакого... Это не наш человек. Это не наш человек. Зачем вы ассоциируете нас с ним? Это не наш человек. Почему они так боятся? Ну, скажите, что наш. Мы выбрали. Почему не гордиться этим? Это мы его выбрали. Ну, я думаю, что официальная позиция Кремля, она вполне разумна. И вполне отвечает тому, что когда-то Владимир Владимирович Путин сформулировал во время своей первой встречи с тогдашним президентом Украины Виктором Ющенко, когда он сказал, что мы никогда не играем против той власти, которая в данный момент находится у руля, а мы всегда ее поддерживаем. И в этом смысле даже в отношении ушедшей администрации Обамы тоже только в самое последнее время возникли прямые и очень жесткие неприятные заявления. До этого, в общем, все было в рамках какого-то дипломатического канона. Точно так же и в отношении Трампа. Во-первых, чрезмерное педалирование того, что мы надеемся на какие-то особые отношения с его приходом. И он имеет какую-то связь с нами. И мы каким-то образом ему помогли на выборах. Это очевидным образом ослабляет его собственную позицию и уменьшает те возможности, те ожидания, которые связаны с его приходом. Поэтому это вполне логично и разумно. То есть а самому Трампу это неприятно, невыгодно, то, что так его в России, вот так за него держатся, вцепились, в него радуются ему. Ему-то самому это как, в плюс, в минус там себе? Я думаю, что его это не очень заботит до той поры, пока это не выливается в конкретные обвинения уже американские. Россия никогда не играла никакой серьезной роли на американских выборах, кроме как в этот раз. И неизвестно, хорошо это или плохо, по большому счету. Но понятно, что Трамп тоже не особенно заинтересован в том, чтобы кто-то вовне рассматривал или декларировал, что он будет хорош для другой страны, а не для Соединенных Штатов. Вот я должна сказать, что американские, русские, граждане Америки, которые голосовали за Трампа, они очень обижаются, когда мы тут говорим в России, что они голосовали под влиянием российской пропаганды. Они говорят, что вы плохо знаете нашу ситуацию, мы голосовали за Трампа, но пропаганда здесь ни при чем. Вот мы даже хотим сейчас послушать мнение врача, это американский врач Дмитрий Мыш, который, ну это очень мягко нужно сказать, что он не является сторонником Владимира Путина, никакой русской пропаганды он, конечно, не смотрит ни по какому телевидению, но он категорически голосовал за Дональда Трампа. Вот я предлагаю изучить его аргументацию, что он сказал. У меня никаких российских контейнеров так вообще нету, потому что я не смотрю русское телевидение и не особо этим интересуюсь. А все остальное, ну в любом случае, выборы в Соединенных Штатах в основном зависят от местных проблем, внутри политических проблем, в основном экономики. И уже во вторую очередь, вероятно, с мировыми какими-то проблемами, науше отношение к американским выборам России очень отдаленное. Здесь Россию волнует приблизительно, Россия волнует избирателей приблизительно, как в России, наверное, волнует Северная Корея или Пакистан. В теории не было конкретно никаких конкретных идей, планов, что сделать с экономикой. У Трампа явно есть план каких-то значительных перемен, какие они придется увидеть еще в будущем. Ну, по крайней мере, явно какие-то перемены будут. А при Клинтоне все продолжалось бы по той самой колее, то, что называется стагнация. Ну, во-первых, я работаю в здравоохранении, и то, что происходит в здравоохранении, происходило за последние 8 лет просто, на мой взгляд, катастрофа, какие-то мои узкие интересы. Ну, и в принципе, вообще, я считаю, что страна шла совершенно по неправильному направлению, и менять его надо, насколько успешным будет. Это неизвестно. По крайней мере, будет какое-то изменение направления. Потому что человек, который абсолютно не имеет никакого отношения к политической системе, человек, который был фактически против всех единолично, против республиканской партии в большинстве своем, против демократической партии, против Бушев, Клинтонов, Обамы, всех и против 90% всех средств массовой информации, тем не менее, он единолично достиг такого успеха. То есть это явно свидетельствует не совсем, так сказать, ординарности его личности. Верить в политические обещания – это просто наивно. Ну, по крайней мере, когда... По крайней мере, в обещаниях есть что-то разумное, и что-то, что, по моему мнению многих других, может изменить ситуацию в стране, то на это стоит рассчитывать. А когда человек не предполагает абсолютно ничего нового, это уторвает. Ну вот, начнем по пунктам. Вот, во-первых, вопреки всему, вот вызывает уважение у Дмитрия в данном случае, у этого доктора американского, что все против него, весь мир против него, а он добился. Мне кажется, что в позиции, а Дмитрий, очевидно, выражает не просто свою личную позицию, но, как я знаю, во многом солидарную позицию русской эмиграции в Соединенных Штатах. Многое в том, что делал Обама, было этим людям неприятно, и поэтому сам приход лидера, который категорически не приемлет многое из сделанного, и, в общем, всю парадигму того, что делал Обама, уже играет на Трампа. Дальше с Обамой связывались какие-то ощущения, что мы уехали, а Советский Союз к нам возвращается, социализм к нам возвращается, равенство и необходимость перераспределения между богатыми и бедными возвращается, а где то, ради чего мы, собственно, уезжали, свобода предпринимательства, приз тому, кто наиболее способен, наиболее активен и так далее. То есть все эти факторы играли в пользу Трампа. Это поразительно. Вот мои контакты в Соединенных Штатах, американские и русского происхождения, насколько люди примерно одного и того же социального положения, полярные занимают позиции, американцы, практически все мои знакомые, в ужасе и по ходу кампании, и после того, как были объявлены результаты выборов, русские почти как один говорят о том, какое гениальное политическое животное Трамп. И как удивительно, что так замечательно все получилось. Это просто причем... Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что русские, которые стоят на совершенно разных политических полюсах, есть, конечно, есть такая ватная Америка, то, что называется там родители, это уже второе такое поколение, старшее поколение, которое действительно, не зная языка, сидит и смотрит этот русский телевизор и голосует под влиянием этого телевизора. Это тоже правда. Но есть их дети, которые не имеют к этому отношения, а все равно что-то они в нем видят, находят. То есть политические позиции разные, а Трамп у них один для русских. Да, и в общем, не желая никого обидеть, я скажу, что вот то разделение внутри американцев, которое мы увидели, да, между столицами, скажем, и провинцией, когда столицы очевидным образом голосовали подавляющим большинстве своем за демократического кандидата, неважно, нравился этот кандидат им или нет, а провинция поддержала Трампа, и вот в этом противостоянии те русские, которые живут в тех же самых столицах, они оказались как раз с этой американской глубинкой. Они оказались, это одна часть оказалась. Есть, конечно, ну, у меня очень много знакомых из интеллигенции, из писательской интеллигенции американской, русской, которые категорически его не приемлют. Так тоже произошло такое, знаете, как ни странно классовый расстроение, вот, расслоение. Например, врачи, у меня есть несколько знакомых врачей русских в Америке, они за Трампа, а писатели, вот они почему-то против. Вот это вот, я не знаю, как это объяснить, профессиональное вот расслоение по части голосования, Я думаю, это-то как раз объясняется довольно просто, потому что врачи, они в наибольшей степени корпоративно ощущают себя пострадавшими от того, что называется Обама-Киэ. И мы знаем, что в Америке есть две мощнейшие корпорации, это врачи и юристы, посягательство на интересы которых, оно, вообще говоря, политически очень рискованно. И вот на интересы врачей в значительной мере эта реформа каким-то образом очень негативно на этих интересах сказалась. И поэтому позиция врачей корпоративна, она вполне понятна. Николай, вот мы сейчас смотрим, у нас, видимо, будут и на экране, потом, может быть, и в новостях, может быть, не сейчас, когда все очень торжественно. Нам, конечно, покажут протесты, которые сейчас по всей Америке, ну, может быть, не по всей, но в крупных городах эти протесты, вышли на улицы люди, в очень большом количестве, причем достаточно большом, чтобы сказать, что это массовые протесты. Вот вторую часть Америки, которая голосовала за Трампа, у которой сегодня праздник, не оскорбляет то, что их выборы все время пытаются подвергать сомнению. То вот, на деле, что выборщики поведут себя не так, как они должны повести, нарушат законы, вообще все человеческие, юридические законы, то вот сейчас вот это на улицу выходит, там нет этой обиды, что почему вы портите наш праздник? Ну, я думаю, что выборы действительно очень сильно раскололи американцев, хотя то, что мы видим до сих пор, оно вполне в легальных рамках политического процесса происходит, и протесты в той или ином виде, они всегда связаны с поражением того кандидата, на которого люди работали много месяцев. И вот в этом в том числе эффект и того, что в Соединенных Штатах выборы действительно играют колоссальную роль, и то, кто приходит на позицию президента, очень важно. И то, что выборы — это не момент голосования, а это много месяцев борьбы, в которой участвуют сотни тысяч людей в качестве добровольцев, и которая очень сильно заводит людей. Поэтому, когда объявляется итог, и наш кандидат не прошел, естественно, фрустрация, естественно, негативная реакция людей. Тем более, что сегодня они видят, что те, кто голосовал за Хилари Клинтон, видят не только победу другого кандидата, но и риск вообще для всего политического порядка, для американских политических институтов, для того, что они привыкли считать Соединенными Штатами Америки. Вы знаете, вот в российских селешоу, политических, я уже уловила такую ноту, что мы не дадим в обиду своего Трампа, мы будем его защищать, что сейчас начнутся протесты, которые, конечно же, в этих протестах будут подбрасывать дровишки всякие соросы. То есть, знаете, если раньше оранжевые революции устраивались американцами в Киргизии, в Грузии, на Украине, то теперь оранжевая революция будет устраиваться в самой Америке, и, конечно, Россия будет этому противостоять, как любой оранжевой революции, и защищать Трампа. Но, как вы считаете, это звучит анекдотично, но, тем не менее, вопрос остается серьезным. Эти протесты, они будут иметь органически естественный характер, или все-таки какие-то политические силы, которые, ну, не успокоятся, и все-таки будут жаждать реванша, будут подпитывать их? Это я уж так серьезно спрашиваю. Я думаю, что, вообще говоря, сегодня очень многие вещи станут ясны, и станет понятно, насколько Трамп уже как президент, а сегодня, вот в 12 часов он президентом уже стал, насколько он в состоянии быть президентом всех американцев, насколько он отличается от Трампа как кандидата, или даже Трампа как избранного, но еще не пришедшего к власти президента. И я надеюсь на то, что отличается, и очень сильно отличается, и от этого, собственно, будет зависеть то, как дальше будет развиваться ситуация с протестами, и самое важное даже не столько протесты граждан, сколько крайне ухудшившиеся отношения между Трампом и прессой, которые чреваты в Соединенных Штатах, которые иногда называют медиакратией, которые чреваты очень серьезными политическими осложнениями. Вот я как раз хотела вас спросить об этом. Что будет указывать на то, что Трамп стал президентом всех американцев? Потому что его выходку или выпад эскападу во время пресс-конференции, когда он просто позволил своим эмоциям себя захлестнуть, это была такая неуправляемая реакция, не хочу с вами разговаривать. То есть он не справился, или не захотел справляться со своими эмоциями, и, возможно, он и не будет хотеть с ними справляться, и будет действовать импульсивно, всякий раз, не только один раз, второй раз. Вот вопрос, как мы узнаем, что он пытается стать президентом для всех? По каким маркерам? Ну, во-первых, сама его сегодняшняя речь, это очень важная вещь, поскольку это не импровизация, а это, собственно, уже во многом программа того, что он будет реализовывать на посту 45-го президента Соединенных Штатов. Это продукт команды, а не Трампа как такового. Мне кажется, что действительно стилистически есть колоссальное отличие между нынешним президентом и большинством его предшественников, связанное с тем, что предшественники были политики. В первый раз мы видим президента, который политиком как таковым никогда не был. И стилистика Трампа, она абсолютно нормальная и органична в качестве стилистики медийного персонажа. Скандальность работает в плюс, а не в минус и абсолютно неприемлема для политика такого уровня, как президент Соединенных Штатов. Вот насколько, я думаю, что в любом случае Трампу будет достаточно сложно перестроиться. Но вот то, что мы увидим сегодня, это насколько позиция уже команды нового президента, а не просто его самого, не просто импровизация, насколько отвечает интересам Соединенных Штатов в целом и насколько направлено на примирение, а не на продолжение раскола, который был во время кампании. Я вот сейчас предлагаю включить трансляцию. Вот я обращаюсь к продюсерам, чтобы включить трансляцию на экраны и послушать, как голос Америки комментирует появление гостей. Вот мы видим Барака Обаму. Давайте посмотрим по телевизору, как это выглядит. Президентом афроамериканцем. Афроамериканцем он идет, да. Восемь лет. Совершенно невероятных восемь лет. Можно по-разному относиться к Бараку Обаме. Джо Байден, человек невероятного чувства юмора, невероятного такта, переживший за эти восемь лет и семейную трагедию, его сын, напомним, скончался от тракта мозга. Джо Байден назывался в числе возможных кандидатов президенты от демократов, но как раз принял решение не участвовать в гонке. Восемь лет назад, точно так же 20 января 2009 года, Барак Обама, если помните, выглядел намного моложе, меньше было седины, что называется, соли. Да, соли в волосах. И вот теперь он здесь, чтобы передать власть через восемь лет мирно. И давай, кстати, отметим, как проходил процесс передачи власти с момента выборов в ноябре и до сих пор. Во время выборов звучали потрясающе резкие высказывания, в том числе со стороны Барака Обамы по отношению к Дональду Трампу, но в тот момент, когда Дональд Трамп был объявлен избранным президентом, наступил период так называемой цивильности. То есть Дональд Трамп все еще продолжал, ну скажем, постить достаточно такие не всегда официальные высказывания в Твиттере, но тем не менее он с уважением обычно высказывался Бараке Обаме. И Барак Обама говорил, что сделает все необходимое для гладкой передачи власти. И, собственно, это произошло. И это должно было послужить примером для всей страны, что даже если вы не согласны, скажем, с новым лидером, он новый президент, дайте ему шанс. И вот с сегодняшнего дня, Рома, у нас начинается так называемый медовый месяц. То есть время, когда политику американскому в главе государства обычно дается шанс все-таки реализовать свою политику. Хотя бы три месяца, да. Сергей Алексашенко с нами в студии, напоминаю. Как вы считаете, мы видим, что Дональд Трамп тоже направляется к трибуне, поэтому в любой момент, вы понимаете, можем прерваться. Но у вас есть ощущение исторического момента сейчас? Спасибо большое коллеге, что вот вы нас ввели туда, прямо вот, коллеги из «Голоса Америки». Мы тоже будем ждать и прерываться, вот если начнет разговаривать Дональд Трамп. Но это же очень интересный вопрос. Смотрите, Николай, сначала от Хиллари Клинтон все ждали, что она будет резче. И очень разочаровала ее речь, когда она сдалась без боя. Она сразу сказала, я сдаюсь, я бороться не буду. Какой-то был в этом вот такой момент разочарования. Сейчас Барак Обам, мы видим, ну, фотографии, просто они сияют от счастья оба и обнимаются. Это такие замечательные друзья. Вот я даже наш с вами эфир проиллюстрировала такую фотографию, что-то более закадычных друзей быть не может. Это все-таки, сколько здесь шоу и сколько здесь правды, что действительно, если ты уже избран, флаг тебе в руки, у нас одна страна, одна Америка, и мы делаем общее дело, мы поможем и поддержим. Или все-таки пауки в банке в 90%, а в 10% это улыбки для публики. Ну, во-первых, нынешний случай, он абсолютно уникален, поэтому судить по тому, как события развивались раньше, довольно сложно. Во-вторых, мы видели, что Обама в последние недели пребывания у власти постарался каким-то образом закрепить те свои, как он считает, достижения, которые в первую очередь собирается демонтировать Трамп. И при том, что Обама заявил, что он надеется на изменение позиции Трампа по отношению к целому ряду проблем, тогда, когда Трамп станет на них смотреть уже как президент, а не просто участник политической схватки, безусловно, Обама пытается и пытался сделать все для того, чтобы переход власть к власти Трампа прошел максимально спокойно. Но то, что демонстрирует Трамп, показывает, что первые месяцы его пребывания у власти могут ознаменоваться очень серьезными, кардинальными изменениями в отношении тех вещей, как реформа в здравоохранении, как позиция в отношении России, как позиция, в первую очередь, в отношении НАТО и в отношении Запада в целом, которые Обама считает краеугольными камнями своей политики. Так это же вот вопрос. Тот самый, вот этот вот понятие медового месяца, о котором говорят коллеги, которые известны в политике в американской, это обоюдная штука. То есть, с одной стороны, всяческое ему содействие и пожелание успехов, а с другой стороны, не должен ли Трамп тоже в этот медовый месяц не предпринимать таких уж шагов, которые резко обидят его предшественников и отбрасывать все, что сделал предшественник? Может быть, тоже должна быть какая-то пауза медовая и с его стороны? Конечно. И мы это увидим, в первую очередь, в риторике инаугурационной речи Трампа, где вначале он должен как раз благодарить предыдущего президента за ту помощь, которую тот ему оказал и так далее. То есть, естественно, предполагается, медовый месяц предполагает не отсутствие каких-то разных позиций, а предполагает спокойствие, когда президенту, новому, только пришедшему к власти, дают возможность действительно продемонстрировать и свою позицию, и то, как он решает проблемы. И в этом смысле он обычно не является объектом критики, потому что предполагается, что первые дни, первые недели, первые месяцы он только разворачивается. Сегодня мы видим позицию немножко другую, когда Трамп уже умудрился очень сильно антагонизировать свои отношения с прессой, в первую очередь с либеральной прессой. Уже те заявления, которые он делал как президент-элект, не будучи приведен к присяге и не занимая пост президента Соединенных Штатов, уже очень сильно отличается от того, что происходило раньше. Трамп — это популист, а часть популизма, одна из очень существенных, где Трамп получил очень серьезную поддержку, это анти-эстеблишментские настроения. И вот сегодня мы увидим, в какой мере Трамп продолжает быть популистом, уже став президентом, а в какой мере он становится уже частью того истеблишмента, который раньше так резко критиковал. Ну вот я предлагаю снова перейти на трансляцию коллег, послушать, что они говорят, тем более, что мы пока не видим Хилари Клинтон, правильно? Уже увидели. Уже увидели. Все, уже увидели. Смотрим трансляцию и слушаем комментарии. Он говорит спасибо, судя по всему, спасибо. Кстати, надо заметить, что вот эти люди, которые собрались вот на национальной аллее, они начали собираться там с шести утра, то есть они ждут они ждут инаугурации президента вот уже несколько часов. Погода в Вашингтоне, ну что мы можем о ней сказать, теплее обычного зимой, но... Теплее, чем было восемь лет назад на первой инаугурации Барака Обамы. Но, тем не менее, достаточно влажно. В некоторых местах, на Капиталистском холме, например, запретили проносить зонтики, но Трамп вчера пообещал, то есть он сказал, я думаю, что все будет нормально, имея в виду и погоду. Дональд Трамп на трибуне, специально построенный на ступенях Конгресса. Это лайв-трансляция на Настоящем Времени. Вместе с нами, командой Настоящего Времени в Вашингтоне, мы наблюдаем за этим историческим событием. Вот они, десятки и сотни тысяч людей, которые съехали со всей страны, которые приехали, чтобы увидеть триумф их лидера. Давайте послушаем просто, как приветствуют его. Вот, сейчас Рой Бланк будет провозглашать как раз начало самого церемонра. Глава инаугурационного комитета к Палатке представителей. За спиной. А это да. Продолжение следует... Мистер Вайс-президент, Мистер Президент-элект, Мистер Вайс-президент-элект, Мистер Вайс-президент-элект. Миллионы людей во всем мире будут смотреть наше мероприятие и слушать. 36 лет назад впервые инаугурация была проведена с этой стороны. А Капитолия президент Рейган тогда сказал, что то, что мы делаем здесь, это с одной стороны обыденно, а с другой стороны это чудо. Обыденно в том смысле, что каждый 4 года, начиная с 79-го года, когда президент Джордж Вашингтон принял ту же присягу, чудо это то, что мы каждые 4 года, начиная с 1779-го года, каждые 4 года это делаем. И это служит примером для демократических государств во всем мире. И Вашингтон считал, что инаугурация второго президента будет более важной, чем инаугурация первого. и многие контролировали правительство до этого, но мало кому удавалось этот контроль передавать добровольно кому-то другому. И важно, что первая передача власти... Ну вот, мы продолжим наш разговор. 8 800 222 12 телефон прямого эфира. Мы продолжаем ждать ваших звонков с вашими ожиданиями. Чего вы ждете от президента Трампа? И правда ли, что вас так радует, как нам рассказывают по российским каналам его приход к власти? Вот мы сейчас видели лидера большинства парламентского, которые представляют, начинают эту церемонию. Мы скоро посмотрим еще несколько интересных моментов. Но вот вопрос, который сейчас всех тревожит. Те, кто не очень разбирается в этих тонкостях американской политики, связанных с тем, каким количеством голосов что принимается, что отменяется. Вот, Николай, объясните нам, пожалуйста. Допустим, санкции, которые Америка наложила на Россию. Сейчас колоссальная вера в том, что вот завтра уже, завтра Трамп придет, снимет санкции, и мы наконец-то дружными рядами ломанемся в Америку. Наши счета разблокируются, наши виллы снова с нами, не говоря о жены заряжены. Вопрос, что он может сам и чего он сам не может? Не обязательно Трамп, любой президент Америки. Вот что он может? Вот, например, в связи с санкцией. Ну, юридически те санкции, которые были введены распоряжениями Обамы, а это как раз наиболее важные для нас секторальные санкции, это как раз финансовые санкции, которые не позволяют нам одалживать деньги не просто в Соединенных Штатах, а на Западе вообще. Вот эти санкции как ввел президент один, так и снять может президент другой. Другое дело, что сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов обсуждается законопроект, который как раз и призван зафиксировать санкции уже решением Конгресса, А если это произойдет, то тогда уже Трамп ничего не сможет, как любой другой президент, ничего не сможет сделать. А до сих пор это не было зафиксировано? До сих пор часть санкций, которые были связаны, вот первая волна со списком Магнитского, это было решение Конгресса, и их пересмотреть никакой президент не может, это может только сделать Конгресс, а те санкции, которые были приняты распоряжением Обамы, может снять президент Трамп? Сам. Сам своим распоряжением. Другое дело, что это политически... А вам не кажется, что возможно, что сам Трамп даже заинтересован в том, чтобы снять с себя ответственность и не принимать решение, что пусть эти санкции будут застрахованы решением Конгресса, и тогда он умывает руки, и тогда на нем нет этого решения, он не хочет ссориться, допустим, с Владимиром Путиным, с Россией, но при этом он говорит, от меня ничего не зависит, но ведь сам-то он заинтересован, в таком повороте сюжета. Даже если так, от него зависит действительно очень много и без формального решения о снятии санкций, и здесь, по крайней мере, два важных момента. Один — это позиция Соединенных Штатов и жесткость позиций в отношении Запада и, стало быть, европейских санкций, и второй — это не сами формальные санкции, а то, как жестко Соединенные Штаты следят за соблюдением этих санкций, как жестко они будут наказывать те, скажем, западные, итальянские, например, банки, которые могут так или иначе предпринимать какие-то шаги и способствовать решению финансовых проблем наших, предположим, государственных компаний. Вот давайте посмотрим религиозный момент этой церемонии, важный для американцев, конечно, очень. Внимание на позицию республиканцев. После этого республиканцы взяли контроль над палатой и наступил такой вот политический блок. И Обама стал править указами. Какая сейчас основная угроза, которую Трамп выдвигает? А я все указы Обамы отменю. Но если не все, то 70 или 75 процентов. Это означает, что вот потрясения, которые теоретически Трамп может внести в жизни Америки, они очень высоки. Пользуюсь исключительно президентскими полномочиями. Это все-таки идет дискуссия в студии. Нам пока показывают только картинку, и мы с вами тоже ее видим. Кто находится, кто стоит, а религиозная часть как раз закончилась. Но скоро начнется такая торжественная с оркестрами. Тоже мы с удовольствием вам дадим послушать. Мне кажется, что это будет красиво с артиллерийскими залпами, потому что программка лежит перед нами. И мы подсматриваем и видим, что они задерживаются на 4 минуты сейчас, между прочим. Так что не все так уж точно и четко. Итак, все, что касается санкций, будет решать Конгресс. Он фиксирует эту ситуацию или он не фиксирует, или он не успевает. Это будет сегодня, завтра, ну не сегодня, конечно. Здесь нет временного ограничения. Конгресс вправе принять это решение и по настроениям и республиканцев, и демократов вполне может набрать голоса, необходимые для этого и необходимые для преодоления вета президента, если Трамп накладывает на это решение вета. Поэтому сам факт нахождения законопроекта в Конгрессе это очень серьезный сдерживающий момент, который не позволяет Трампу предпринимать какие-то резкие шаги, иначе Конгресс в свою очередь предпримет шаги со своей стороны. Это в каком-то плане уже действия той системы сдержек и противовесов, о которой всегда говорят применительно к американской политике. То есть в этом смысле если говорить таким жаргоном, губу можно не раскатывать по части. Санкции, снятие санкций скорее всего так просто это точно не случится. До тех пор, пока имидж России не изменится, что вполне может происходить сейчас, если будет возможность договариваться с Трампом по Сирии и по целому ряду других сюжетов. Да, и тут, конечно, возникает вопрос, что для Трампа является, ну я не хочу слово преступления тут применять, что для него является большой виной в России. Мы прекрасно понимаем, за что была наказана Россия. Это Крым, это Донбасс, это участие в украинской войне, в которой она продолжает, в которой она активно продолжает быть задействована Российской Федерацией, как бы она не отнекивалась от своего собственного во всем этом, от своей вовлеченности в этот конфликт. Тем не менее, наказание последовало за это. Вопрос, считает ли сам Трамп это достаточно убедительной причиной для того, чтобы эти санкции были вот в тот момент, когда они были наложены, считает ли он наказание существенное, вину существенной Российской Федерации, или он считает, что, ну, что воля народа, Крым, референдум, ну, народ захотел. Вот это вот, вот это вот хороший вопрос. Как он сам это расценивает, действие расценивает? Это очень важный вопрос. Что Трамп считает, на самом деле, не знает никто. Да, потому что он может менять свою позицию, но до сих пор он не был еще президентом, а был на подходе к этому посту. Сейчас все может измениться. Это первое. Что важно, почему Кремль считает, что с Трампом можно будет договариваться, это то, что в действиях каждого лидера и лидера Соединенных Штатов в первую очередь есть ценности и интересы и позиция, занимаемая в соответствии с ценностями и интересы. Да, вот Трамп, как представитель предпринимательского корпуса, он откровенно говорит, что мы можем договариваться обо всем, и это вопрос политического торга. Вы нам одно, мы вам другое. И этим он уже в глазах Кремля выгодную сторону отличается от Обамы, который говорил, есть вещи принципиально важные для Соединенных Штатов. И вот здесь я отступить не могу. В этом смысле Трамп гораздо более... Или от Меркель, который говорит, что нам это невыгодно, но это принципиально. И она вот стоит насмерть в борьбе со своим бизнесом, соответственно, с этой санкционным лобби, антисанкционным. Да, это верно. Единственная проблема возникает, есть ли что-то такое весомое, что мы можем предложить Трампу, в ответ на что он может пойти на какие-то позитивные с нашей точки зрения шаги в отношении России. Ну, то есть, вы не исключаете, что торг уместен и что буквально, то есть буквально Трамп может обменять нечто, мы не знаем, что, на Крым, на позицию Америки по Крыму. Вы считаете, что это возможно, это реально? Позиция Трампа это не есть позиция Соединенных Штатов, и здесь любые его резкие движения в сторону от той линии, которую мы видели в последние три года, они чреваты противодействием, в том числе, со стороны Конгресса, в том числе, со стороны республиканцев в этом Конгрессе. Поэтому он даже не будет предпринимать каких-то шагов, зная, что на них последует негативная реакция, и в этом смысле он гораздо менее свободен сегодня, как президент, чем когда он был политиком-одиночкой, который мог заявлять все, что угодно. Но, тем не менее, конечно, какое-то пространство для маневра есть. Мы послушаем Николая из Мордовии. Николай, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вот вы рады сегодня, что вступил в свои полномочия. Радуюсь, здравствуйте. Здравствуйте. От гражданина России, как рядового человека, и как не без похвальбы, а с участием, как господи, что сказать, вечная политика. Да, я деятель, но не открыто, а так просто рядовой. И Трампу, новому президенту, желаю счастья с Нового года и работать четыре года или, может, еще четыре года, но работать так, как демократ, республиканец и христианин, и будет он в память не то, что на 40 лет, а на 400 лет. Дай Бог ему путь, Христом, Богом, ему счастья и мира. Вот, ну вот, вот что, что, что делается. И у нас еще один звонок, пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер. Это я в эфире? Да, это вы в эфире, да, я вас слышу. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот, меня интересует вопрос, ну, накануне избрания Трампа во всем муссировалось, что, так сказать, как бы Россия ему подавила там, как бы богатый куш в виде, ну, скажем, какого-то пакета акций Роснефти. То есть, так или иначе, какие-то, грубо говоря, ему взятку сделали. Вот насколько, как вы думаете, насколько будет отложено это расследование и будет ли оно инициировано тем же Конгрессом и так далее и независимо какими-то силами и каковы перспективы этого расследования, несмотря на то, что, скажем, Трамп может ему препятствовать и в силах ли он препятствовать этому. Спасибо. Это был Виктор из Москвы. Вот я не представила его. Но, да, Николай, это вам вопрос, хотя я со своей стороны скажу, что на пресс-конференции, которую мы все смотрели, он категорически сказал, что у меня ничего нет с Россией. Ничего. Так он говорит сам, по крайней мере. Я думаю, что во многом очевидно он прав. И вот те слухи о взятке, которые мы знаем, я думаю, что они не имеют под собой реальной почвы. Но, конечно, возможности Трампа как президента воспрепятствовать расследованию, которое будут вести спецслужбы, которая может начать Конгресс, они очень и очень ограничены. И они тоже во многом зависят от того, насколько взвешенную или конфронтационную линию он изберет в качестве действующего президента Соединенных Штатов. Но просто так закрыть расследование того, что ему инкриминируется, если есть какие-то реальные основания опасаться того, что это может быть правдой, он, конечно, как и любой другой президент не может. Но возможность импичмента в этом отношении в принципе существует, она не исключена. Она, конечно, существует, но представить себе реально, что человек сумел скрыть... Это же не эфемерные какие-то вещи, деловые связи, вот эти акции, если он говорит, что этого нет, ну это очень сложно доказать, что есть. Мне кажется, я понимаю, что существует куча офшоров, того-сего, пятого-десятого, но в такой стране, как Америка, скрыть свои связи с российским бизнесом, по-моему, это просто невозможно. И если до них докапываются, а он при этом публично от них отрекся, то, конечно, он очень рискует. Да, и мне кажется, что уже содержание того доклада, который мы видели, и который был сделан бывшими представителями английских спецслужб по заказу как раз политических конкурентов Трампа, и который, по сути, не выявил никакого криминала, кроме каких-то, опять же, слухов и неподтвержденной информации, уже это показывает, что Трамп был под увеличительным стеклом, под микроскопом, он очевидным образом не ловится, даже если какие-то шаги он предпринимал, которые противоречили действующему законодательству, и трудно предполагать, что вдруг сегодня или через месяц или через год эта информация появится. Точно так же любопытно. Вот есть такое представление, есть такой стереотип об американцах, что это фуританская, в общем, нация, что это страна, в которой очень важно, ну, вы знаете прекрасно, гарасмент, это не дай бог, на работе, что-то такое. Это очень интересно, как половина страны, которая за него проголосовала, простила ему вот те вещи, которые гипертрофированы, непростительно выглядят именно в американском сознании, те, которые абсолютно понятны и пофигистам русским, по части там каких-то приставаний и того, того, сего и прочего, а они к этому вот как-то это все-таки опустили и простили. Почему вы считаете? Хотя мы видим, конечно, этих женщин с плакатов, металлой Трампа, ровно потому, что он скорбляет, ну, вот эту вот прекрасную половину человечества, а тем не менее, целая половина страны закрыла на это глаза. Почему? Я думаю, что это как раз и создало Трампу образ человека, который рвет с теми правилами и с ханжескими правилами и ограничениями, которые формально соблюдают американские политики. То есть они сами от себя устали, американцы, по этой части, так вы считаете? Да, и я думаю, что в этом стилистический Трамп близок нашему политическому классу, который тоже часто считает, что поведение западных политиков и американских политиков в первую очередь это двойная мораль и это игра, а не искренние какие-то чувства. И когда они говорят о ценностях, они просто хотят скрыть свои реальные интересы. Поэтому в любом конфликте, в котором участвуют Соединенные Штаты, мы в первую очередь склонны искать интересы, связанные с нефтью, с ресурсами, с политическим контролем и так далее, а не проявление какой-то позиции, вызванные уже ценностными установками. И Трамп в этом отношении идеален, потому что он никогда не вел себя как политик и этим уже отличается от большинства других. На фоне Хиллари Клинтон, которая очевидным образом большинством американских избирателей, в том числе и демократических избирателей, воспринималась как человек очень неискренний и как как раз символ того, насколько внутренность политика, насколько его действия могут расходиться с тем обликом, который он демонстрирует гражданам рядовым. То есть он подкупил ровно этим и получается, что между своими представлениями о морали, которым он может быть не соответствовал, и его искренностью победила искренность. То есть да, вот я такой, я такой, принимайте меня таким, какой я есть. Это победило. Да, и это, к сожалению, в сегодняшнем мире далеко не уникально. Мы видим, что политики популисты, политики, которые говорят, не голосуйте за этих скучных представителей истеблишмента, потому что они вам врут во всем, в том числе и в том, что они люди высокоморальные, а голосуйте за нас. Мы рвем с этими правилами и мы ведем себя более искренне, более откровенно. Эти политики получают большую поддержку не только Соединенных Штатов. Они получают поддержку и мы знаем это по Владимиру Путину, где очень часто это вот такое вот, вот это как бы открытость, как бы человек говорит ровно то, что он в эту минуту подумал, граничит с хамством. Это же такое происходит. И мы видели по общению, к которому мы снова возвращаемся, к общению с журналистами Дональда Трампа, что вот это вот взрывной, взрывной его характер, да, я такой, принимайте меня таким, какой он есть, он тем не менее не только с ханжеской моралью может вступить в противоречие, но и с обычной моралью, что так не принято, так себя не ведут, а я так хочу, а мне можно. Да, и на посту президента Трамп, безусловно, столкнется с принципиально иными подходами к оценке того, как он себя ведет, что он говорит, что он делает, и в этом смысле для него сейчас наступает период очень сложный, когда он реально должен перестраиваться. Все-таки, когда мы сравниваем его с нашим президентом, мы должны понимать, что наш президент сделал довольно серьезную политическую карьеру, и когда он ведет себя не так, как обычно, мне кажется, он всегда очень хорошо себя контролирует и дает себе такую возможность. А Трамп, мне кажется, в какой-то мере более искренен в своем хампстве, когда мы его наблюдаем, и в этом смысле ему предстоит научиться гораздо более тяжелым вещам, чем большинству политиков мировых. Мы переходим снова к прямой трансляции торжественной церемонии. Я буду хранить к ней истинную верность и лояльность. Что я буду хранить к ней истинную верность и лояльность. Что я принимаю это обязательство свободно. Что я принимаю это обязательство свободно. без каких-либо внутренних сомнений или цели от нее уклониться, без каких-либо внутренних сомнений или целей от нее уклониться, и что я хорошо и добросовестно буду исполнять, и что я хорошо и добросовестно буду исполнять обязанности той должности, в которую ныне вступаю. Обязанности той должности, в которую ныне вступаю. Да поможет мне Бог. Да поможет мне Бог. Поздравляем! Спасибо. Итак, сейчас мы видим вот эту самую передачу власти. Новый вице-президент в Соединенных Штатах, 48-й президент США Майк Ричард Пенс, который выиграл в паре с Дональдом Трампом. Только что он присягнул, наверное, Соединенным Штатам, принес присягу, верность в том, что он будет действительно служить интересам американского народа. Как сказал Наташа, мы слышали «Хейл Коламбия». Сейчас по расписанию у нас по программе должно быть еще исполнение номера от хора «Мормонов». Да, именно это мы сейчас и услышим. А сразу после этого судья Джон Роберт приведет к присяге Дональда Трампа. Давайте просто послушаем и посмотрим, как выглядит эта церемония сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот смотрите, Николай, что у нас получается, что не такие уж дисциплинированные американцы. Не такие уж они истерически пунктуальные, потому что уже на 20 минут церемония задерживается. Мы уже точно не успеем в своей программе оценить и прокомментировать начало речи нового президента Соединенных Штатов в 45-й. 45-й. Между прочим, такая победная цифра для России. 45-й. Шел 45-й. Ну что я хочу сказать, что мы-то с вами успели послушать зато клятву, присягу нового вице-президента. Расскажите, пожалуйста, что от него зависит, от вице-президента Бенса, которого мы сейчас увидели. Ну, во-первых, ровно через 3 минуты Дональд Трамп становится президентом Соединенных Штатов, независимо от того, насколько график сдвигается, когда он даст присягу и так далее. Ровно в 12 часов 20-го он становится новым президентом к завершению нашей программы. Во-вторых, как мы знаем, роль вице-президента в Соединенных Штатах, она очень сильно варьирует от человека к человеку, от президента к президенту. Есть ожидание, что Майкл Пенс будет играть более серьезную роль, чем значительная часть его предшественников. Может быть, такую, как Байден, а может быть, даже и большую роль, потому что он-то как раз представитель политического истеблишмента. Он человек рациональный, он человек, имеющий большой политический опыт. И Трамп, более того, декларировал, что по целому ряду направлений Майкл Пенс будет играть самостоятельную роль. Хорошо, но вот на этой фразе еще раз... I have no choice, but to tell you, you are fired. Вот на этой фразе, что вы все уволены, мы завершаем наш эфир. Но если назначил президент Путин Дональд Трампа, то он может его уволить в свою очередь. Я так это буду расценивать. До свидания, смотрите дальше церемонию на нашем сайте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА